Доброго времени суток, уважаемые коллеги, с вами Арман Бесимбаев, аналитик международной брокерской группы Тикмил. И это мой очередной обзор по техническому анализу основных валютных пар и инструментов, которые представляют интерес на текущий момент. Сегодня в центре нашего внимания будет валютная пара австралийский доллар против доллара США, который вероятно начал нисходящую коррекцию, который имеет шансы на продолжение. Также рассмотрим канадский доллар, который начал слабеть против доллара США, несмотря на то, что по нефти никаких существенных изменений не произошло. Ну и посмотрим нефть марки Brent, где цена вероятно пришла к верхней границе и теперь может начать снижение, индикатором которого выступил канадский доллар, который ослаб накануне. Итак, австралийский доллар похоже начал нисходящую коррекцию, которая еще может продолжиться. К настоящему моменту пара уже опустилась ниже обозначенной ранней поддержки на 0.64.33, окончательно преодолев его и вплотную приблизившись к следующему уровню на 0.63.68, тем самым изъявив желание на продолжение текущего движения. Таким образом, на ближайшую перспективу основной сценарий вниз остается приоритетным. Очевидно, что на уровне 0.63.68 пара нашла краткосрочную поддержку, что может привести к локальной восходящей коррекции в зону между сопротивлением 0.64.33 и разворотным уровнем 0.65.08. Отбой из этой зоны сформирует заходную формацию, пределы которой лежат в районе ближайшего уровня на 0.63.26 с потенциальным проходом до 0.62.37. Альтернативный вариант с отменой данного сценария предполагает рост к разворотному уровню на 0.65.08. И вот канадский доллар взял курс на ослабление в конце прошлой недели, развернувшись от уровня 1.38.62, который являлся целевой отметкой в прошлом обзоре и который выступил серьезной поддержкой, развернувшей цену. Это может означать смену приоритета с нисходящего на восходящий и после небольшой коррекции восходящее движение имеет шансы на продолжение. На текущий момент пара встретила сопротивление на уровне 1.4152, который может краткосрочно удержать от дальнейшего роста, что вероятно приведет к коррекции в зону между поддержкой на 1.4071 и разворотным уровнем 1.4003. Отбой из этой зоны подтвердит намерение пары и сформирует восходящий импульс в район ближайшего уровня на 1.4257 с потенциальным проходом до 1.4349. Альтернативный сценарий предполагает продолжение снижения и закрепление ниже разворотного уровня на 1.4003. Ну и наконец связанная с канадским долларом нефть марки Brent, которая стоит у развилки, который определит ее дальнейшие перспективы. Глобально общая картина пока флетовая и можно предполагать, что обстановка сохранится еще на какое-то время. Сценарий на снижение пока остается актуальным, однако может потерять свою силу. Все дело в том, что цена в своем росте достигла обозначенного уровня сопротивления на 1.2332 и преодолев его выросла почти до разворотного уровня на 1.2506. Но пределы этого уровня пока не нарушены, что пока говорит пользу вероятности грядущего снижения в рамках широкого флета, поскольку цена сейчас стоит у его верхней границы. Для подтверждения отбоя от этой верхней зоны необходимо уверенное закрепление под текущее сопротивление на 1.2332, что направит котировки в район ближайшей поддержки на 1.1935 с потенциалом прохода до предыдущего минимума на 1.1727. Сигналом к началу цикла роста с обменой данного сценария станет продолжение восходящего движения с закреплением выше разворотного уровня на 1.2506. На этом у меня все. С вами был Арман Бесимбаев и мой обзор по техническому анализу. Помните о том, что данные рекомендации не являются руководством действия и не гарантируют результаты. Поэтому соблюдайте риски, всем профитной торговли и до новых встреч в следующем выпуске.